Диагноз Алексей, как ты? Хорошо, как ты? Ну, впервые данный диагноз был мне поставлен в 2012 году. И вот в России я проходил тоже лечение, ну, кроме стволовых клеток, разумеется. Улучшений я не замечал. В России реализуется специальная социальная программа, которая направлена на то, чтобы граждане России выезжали за пределы России на медицинское лечение. Вот. И, то есть, правительство наше поддерживает, то есть, эту программу. И вы можете тоже, если у вас проблемы с здоровьем, то есть, обратиться в Министерство Организации и пройти курс лечения за границей. То есть, я узнал из интернета. Вот. С сайта интернет, который есть на русском языке. Вот. То есть, на нем я увидел, то есть, информацию о том, как проводится лечение. Лечение, которое проводится в клинике Бэйки. Такие при этом происходят дополнительные занятия, то есть, направленные на рост нервов и рост стволовых клеток. А здесь, то есть, вследствие того, что были вводили стволовые клетки, то есть, небольшие изменения, все-таки, я отмечаю. То есть, такой прогулки мне ходить, мне кажется, проще становится. Не полностью, конечно. Происк улечение, оно только начинается, и некоторые улучшения в этом я замечаю, то есть, в движении. То есть, и что касается физической терапии, физиотерапии, то есть, в отличие от России, то есть, здесь происходит, она немножко по-другому. То есть, направлено на физическое развитие индивидуально. То есть, у меня всегда была такая лечебная культура в виде групповых занятий. То есть, я занимался с бабушками, дедушками, параллельно вот. Здесь, то есть, индивидуально происходит. Тренер выбирает упражнения, которые наибольшей степени будут способствовать развитию вашего организма. Вот, второе в речи, ну, что касается речи, то есть, я тоже вот, так как я являюсь преподавателем в ВУЗе, то есть, для меня очень важно развити речи, и чтобы речевые функции тоже развелись. Вот, ну, и, кроме того, приходится немножко писать еще, да, общаясь со студентами. Также прослеживаются некоторые улучшения в почерке. Вот, то есть, в России такого не было. Ну, вот, в Тукео знало, что, оказывается, питание тоже способствует лечению. То есть, действительно, тут есть диета определенная, на которой накунулся. Вот здесь также трехразовое питание, но питание, опять, на очень высоком уровне, даже по сравнению с Россией. Вот, на самом деле, все, я так думаю, то есть, мое личное мнение, что просто все на самом высоком уровне организовано в данной больнице. Для меня было очень большим открытием и, можно сказать, положительным явлением, то, как производится инъекция при моем заболевании. Вот, клетки эти вводятся посредством такого укола в нижнюю часть спины. И, даже по сравнению с запыкновенным уколом, это менее больно. То есть, это не больно, можно сказать, совершенно. How many need it? Five. Five. Вот у меня вот после инъекции с стволовыми клетками ставлю капельца на всю ночь. То есть, такого в России тоже нету, но это действительно помогает. То есть, в течение всей ночи идет усвоение этих стволовых клеток. То есть, они полностью проявляются через 3-6 месяцев. То есть, это довольно длительный срок, но тем не менее, то есть, как уже было сказано, то есть, стволовые клетки в организме быстро не могут вырасти. Поэтому, как бы, есть основа для их роста и, то есть, те улучшения, которые есть, то есть, они, и Андрей, и в дальнейшем будут развиваться. РД, или это, я вывожу экспедицию археологическую на раскопки. Вот, и, то есть, по данным руководством около 15 студентов первого клетка, за которым я служу. Я этого не могу, а теперь, то есть, как бы, могу и сам и показать, и рассказать, как делается телевизорная операция. Я считаю, что необходимо все-таки в жизни, то есть, использовать различные методы и различные способы, которые могут подействовать. То есть, а бояться, на самом деле, ничего не нужно. Просто бояться, как говорится, ничего. Вот, и, то есть, нужно, опять, рекомендую лечение стволовыми клетками, то есть, это чувствительный, это и поприцованный результат. Продолжение следует...